Детальнее об этом расскажет наша коллега Лариса Зубенко. Она с нами на прямой связи. Лариса, добрый вечер. Расскажи о том, что происходило в Мощине с начала полномасштабного вторжения армии России и как живет сегодня село почти через уже полтора года после деоккупации. Расскажи о том, что происходило в Мощине. Хочу отметить, что оккупанты трижды пытались прорваться сюда. Даже несколькими группами заходили на окраины села. Нашим военным приходилось уходить с окраин села, перемещать свои блокпосты вглубь, ближе к центру. Однако все-таки 21 марта село удалось отбить. Хочу отметить, что самые ожесточенные бои здесь проходили, как рассказывали военные, 11 марта. Тогда сюда прибыли лучшие подразделения российской армии, однако их уничтожили вооруженные силы Украины и территориальная оборона, которая также помогала отбивать село Мощун. Не смогли оккупанты переправиться и по понтонной переправе. Ну и 21-го уже освободили Мощун. И это позволило освободить, деоккупировать и часть Киевской, а впоследствии и Сумской, Житомирской и Черниговской областей. Вот как в прошлом году сюда приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Как он сказал, Мощун стал щитом для всего Киева. Выстоял Киев, выстоит и вся Украина. Здесь в Мощуне до начала полномасштабного вторжения было около 2800 частных домов. Российская армия разрушила 2000 из них. Тем не менее, местные жители не испугались. Начало полномасштабной войны мы пообщались с ними. Женщины нам рассказывали о том, как готовили еду. Когда не было электричества, не было газа, они готовили ее буквально на улице, на кострах. Они кормили украинских военных, помогали им всем, чем могли. Носили теплые вещи, приглашали их домой отдохнуть хотя бы на несколько часов, потому что те вынуждены были сутками стоять на блокпостах. Ну, очень много здесь важных, интересных и очень нужных историй можно услышать. Предлагаем нашим зрителям сейчас послушать сюжет. Это свидетельство и маленьких жителей села Мощун детей, и среднего возраста, и пожилых, всех, кто пережил страшные бои, всех, кто смог выбраться отсюда, и тех, кто пережил, по сути, оккупацию Мощуна. И хотелось бы, чтобы такие истории остались не только на страницах учебника в истории, но и легли в основу, когда Международный уголовный суд все-таки создаст специальный трибунал по отношению агрессии, войны, когда на лавке подсудимых будут сидеть все, кто виновен в этой войне. Это высшее военно-политическое руководство России. Так предлагаю нашим телезрителям посмотреть сюжет. Это реальные истории, реальные судьбы людей, жителей села Мощун. Это гильза 7,62. Это гильза 7,62, мелкокалиберный пулемет. Я сам этому научился, потому что была война. Прошло месяца 3-4, и я заинтересовался этим всем и начал изучать калибры. У 11-летнего Тимофея совсем не детские познания в военной технике и вооружении. 24 февраля 2022 года он проснулся от звука взрывов. Через несколько дней староста села вместе с военными организовал эвакуацию из Мощуна. Тимофей с родителями уехали, а вот дедушка мальчика остался. А потом мы уехали, а его застрелили. Россияне. Говорят, что зашли, ворвались, как всегда, мародеры. Увидели, что люди есть, и застрелили. Уже полгода Тимофей с друзьями собирает деньги на нужды ВСУ. Сами организовали небольшой волонтерский пункт. Артур останавливает машины и говорит, слава Украине. Они нам отвечают. А в конце мы говорим, мы собираем средства на ВСУ, и они дают нам денег. Просто останавливаем вот так, руку выставляем. Есть и такие, кто просто проезжает. А так часто останавливаются и дают. А если нет наличных денег, то едут, а потом на следующий день дают. За день дети собирают до 4 тысяч гривен и передают волонтерам, которые помогают украинским военнослужащим на передовой. Маленькие украинцы из Мощуна знают, какую цену платит Украина за свою свободу. Больше всего я хотел бы вернуть время назад и как-то все это предупредить, чтобы этого просто не было. Меня очень трясло все эти дни. Я есть вообще не могла, потому что боялась. Я очень молилась, чтобы в наш дом не прилетело ничего. Мы остались. Мы же не верили, что будет такой ужас. Начали грады бить. Оборона уже полностью у нас здесь была. Привезли технику. Света не стало. Давай мы ребят кормить здесь на постах. Варили вместе. Я, дочь, подружка, соседка. Кормили. Как газа не стало, то мы уже на костре. Зинаида Костенко не хотела покидать родной дом. Решение выехать из Мощуна семья приняла, когда украинские военные отступили от окраин ближе к центру села. Через несколько недель после того, как Зинаида уехала, в ее дом попал российский снаряд. Сбоку у меня здесь стоял холодильник. Ребята вытащили вот такой снаряд, уже разорвавшийся, в углу. Разбили. Уже ничего нет. Будто и не жили. Пока дом Зинаиды не восстановлен, женщина с помощью волонтеров обустроила для жизни бывшую летнюю кухню. Там плитка, печку себе поставила, чтобы не замерзнуть зимой. Это будет у меня спальня. Все продумано. Я думаю, что здесь перезимую, если будет все хорошо. На руках у Зинаиды Костенко кошка, ее хозяева, пожилая пара из соседнего дома погибли от обстрела российской армии. До 24 февраля 2022 года в селе Мощун было около 2800 частных домов. Российская армия разрушила 2000. Это наш двор. Мы здесь с мужем прожили вместе 16 лет. Здесь родился наш ребенок. Родились наши внуки. И мы жили в этом доме. Это наш дом. Анна успела выехать из Мощуна до того, как в ее дом попал снаряд. А вот ее муж в этот момент оставался в селе. Сам потушить пожар не смог. Жилье сгорело. Нашему селу всегда не везло. То немцы наступали, то россияне наступали, то даже кадыровцы подходили. Если бы не наши ВСУ и то, что кадыровцы не знали дороги, у них карты, говорят, еще 70-х годов были. И они не знали, как сюда зайти. И мы люди сами по себе такие. Мы их не пустили никого. Все стояли до последнего. Отгоняли, пугали, обманывали, чтобы они не зашли сюда. Ее свекровь Лидия Заика единственная из местных жителей, кто пережил бои за Мощун. Признается, осталась в родном селе, чтобы помогать украинским защитникам. Расчищала для военной техники дорогу. И тушила пожары после попаданий снарядов в соседние дома. Готовила еду на костре во дворе. Жила без газа и электричества. Оно как-то так облачно было и не разберешь. Вечер или обед, чтобы узнать, сколько времени, какой день. Вот у меня был маленький календарь. И как только утром была тишина, я заходила в дом и загибала листок до половины. И прищепкой закалывала. Это значило, начался день. Они стреляли как по часам. А однажды перестали стрелять. А часы остановились. И я не знала, сколько времени. И я сидела на улице и увидела, что идут военные. И у них наши ленточки. Желтые. И я говорю, ребята, сколько времени и какое число. Это я очень запомнила. Тогда было 24 марта. Полчетвертого дня. Битва за Мощун – одно из самых ожесточенных сражений за период обороны Киевской области. С 5 по 21 марта ВСУ удерживали позиции, чтобы не дать армии Российской Федерации возможность захватить дорогу, ведущую в столицу. Сегодня село, разрушенное и разбитое российскими оккупантами, живет мирной жизнью. Местные жители помогают украинской армии, отстраивают свои дома и мечтают о победе. Лариса Зубенко, Юрий Шульга. Специально для телеканала Freedom.